Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук. Уважаемые любители рок-музыки, продемонстрировав представителям компании, специализирующейся на устройстве звукоизоляции, за арендованное нами помещение под репетиционную студию, пообщавшись с ними и послушав их рассуждения, у меня возникли сомнения, что нам удастся добиться там нормальной звукоизоляции. Но надежда все-таки оставалась, что они что-нибудь придумают, ведь это была известная и зарекомендовавшая себя на рынке звукоизоляции компания. Через несколько дней, после предварительной проработки вопроса, они связались со мной по видеосвязи и изложили свое мнение. Добрый день. Ну рассказывайте, мужики, что там нового? Что показали расчеты? После осмотра помещений, есть мнение, что решение для работы в студии произвести гиброразвягу профлиста с двутабрами не представляется возможным. Да, это не получится, однозначно. Я дополню немножко то, что сказал Сережа. Попытка развязать потолочное устройство с поддерживающими его двутабровыми балками означает вмешательство в конструктив здания, что непозволительно и никто как бы в трезвом уме туда не полезет. Техническое решение возможно, и оно связано с тем, что нужно устраивать плавающий пол во всех помещениях этого здания. Не только наверху, но еще и через этаж и до самого верха. Почему? Потому что во время репетиции любое ударное воздействие помещения, которое будет иметь жесткую связь с конструктивным здания, приведет к тому, что все эти звуки беспрепятственно практически будут поступать в репетиционное помещение. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому плавающий пол везде, вот это как бы единственное техническое решение, которое может избавить вас от неприятностей во время репетиционных сессий. Но это большой бюджет. Устройство плавающего пола это достаточно серьезное инженерное мероприятие. Если оно делается везде, значит придется и платить везде. Да нет, это нереально. Это просто нереально. Здесь куча арендаторов. Мы на это не пойдем. Мы, наверное, сделаем следующий вариант. У нас есть некий земельный участок под Москвой, недалеко от Москвы прямо. Мы попросим, наверное, вас запроектировать. Просто небольшое здание репетиционной базы. Уже с конкретной геометрией этого зала репетиционного, чтобы это не давило на уши музыкантам и в то же самое время поглощало звук. То есть, чтобы там был звук студийный. Вот это, мне кажется, будет правильно и это быстрее мы сделаем. Построить такое небольшое здание, это будет проще и быстрее. Это решение, конечно, кардинальное и лучшее, на мой взгляд, но с точки зрения, естественно, целей, которые вы ставите перед этим помещением. Тем более добираться в Подмосковье с утра против течения на работу в область, это нормально. А вечером вернуться домой, это то же самое, что в любую точку Москвы час времени в любом случае займет. Не больше. Я думаю, мы сделаем именно так. Я думаю, этот прямой эфир завершим. Заключим с вами договор на проектирование такого домика. А идти изначально от технологии. Сделать сначала зал, чтобы он был акустически сделан правильно. Я понимаю, я поэтому сказал отлично. Я люблю такие задачи, потому что они позволяют, что называется, тут достичь того, что хочет закончить. Это нам обойдется и дешевле, и быстрее, самое главное. Это Сергей Дмитриевич, тогда от нас с Сергеем должно поступить предложение, и дальше согласовав, его двигаться в этом направлении. То есть объем здания идем от технологии. Самое главное, зал, там запроектировать микшер, где режиссер будет сидеть, запроектировать небольшую комнату отдыха, туалет. Вот это вот все. Все, больше ничего. Все ясно, да. Прекрасно. Все. Я за. Ну все. Мужики, спасибо, что поработали. Жду от Сергея предложения. Только не затягивайте, времени нет. Мы должны начать репетицию. Ну, я говорю свою традиционную фразу, будем стараться. Все, понял. Хорошо. Спасибо. Ну все, счастливо. Спасибо, Алексей Булак. Давайте. Все хорошо. Rock'n'Roll с нами. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры, Расскажет рокер Волощу. Расскажет рокер Волощу. Расскажет рокер Волощу.